Приветствую на нашем весеннем семестре занятий I-Community. Обычно на весеннем семестре мы рассматриваем более глубокие темы машинобучения, в частности, обработка изображений, обработка текста, и также планируем в этом семестре добавить еще задачи по обучению с подкреплением. Первый блок у нас будет про обработку текста, про который вам расскажет Антон. Ладно, еще раз всем привет. Меня зовут Антон. Я один из основателей клуба I-Community. Все остальные ребята, которые со мной основывали курс, они так или иначе разъехались. Ну вот, эта тема осталась и осталась. Так что сегодня я вас постараюсь познакомить с тем, какие, в принципе, есть методы в обработке текста, какие шаги предпринимают, и в целом такой обзор, в принципе, того, что вообще есть в этой области машинобучения. Чего сегодня не будет. Сегодня не будет кода практически, немножечко будет. Вот. И поэтому сегодня все, что мы будем делать, это будет просто презентация, некоторое обсуждение каких-то приемов, а про то, как это программировать, то, как это все на практике и применяется, мы ее рассмотрим уже на следующих занятиях. Итак, первое, что мы сегодня посмотрим, это задача обработки текста. То, собственно, что такое текст, где мы с ним встречаемся так или иначе, и что можно делать умного с этими текстами. Затем мы посмотрим то, как мы можем брать и этот текст превращать в какие-то сущности, которые мы разбирали в прошлом семестре, именно признаки, доставать из текста. И посмотрим еще также то, как вообще брать текст и его, в принципе, до применения вот этих вот методов, как-то брать и предобрабатывать. То есть, например, там в лоуркейс приводить, ну и так далее. Мы как раз посмотрим вот эти вот все методы. Итак, задачки. Ну, вообще сначала посмотрим, что такое текст. Ну, из такого, что мы привыкли видеть, это текст просто последовательности какая-то текста. Вот, то есть, каких там символов и так далее. Это очень сильно зависит от того, с чем мы конкретно работаем. Например, здесь это текст некоторого закона. Вот, в каком-то плане текст закона — это такая довольно специфическая вещь, потому что, например, мы как люди, мы когда общаемся друг с другом, мы такой текст не используем. Здесь текст строится прям по суперформальным правилам, то есть, есть заголовки, там статья, там есть какие-то перекрестные ссылки. То есть, все это очень сильно похоже на вот это. По крайней мере, вот именно тексты юридической тематики. Но в целом, код программы — это тоже текст, потому что мы тоже самые, те же самые закономерности видим, то, что тоже есть последовательности букв, есть все случаи, которые мы привыкли воспринимать. В том числе, текст — это вот сообщения из суперинополиса, которые очень срутся постоянно везде, там все такое. Кто-нибудь видел, наверное, сегодня срач, там был как раз про парковки опять. Подоехали. Вот. Итак, иногда мы можем встречать вот текст вот, например, тех же законов, например, картинкой. Вот это не текст. Мы считаем, это не текст, а мы считаем именно это картинкой. Если мы хотим перевести какой-то там напечатанный текст как-то в такой формат, с которым мы могли бы работать методами NLP, нам нужно провести задачу OCR. То есть, может быть, кто-нибудь слышал про Tesseract и так далее, всякие такие штуки. Вот это называется Optical Character Recognition. Character Recognition. Вот. То есть, нам отдельная задача взять картинку и из нее извлечь текст. Потому что, ну, на самом деле, это довольно сложно. Вот. И в итоге текст — это что-то из символов. Символы у нас… И у нас есть какой-то порядок у символов. Потому что, если мы возьмем, например, вот это слово, и мы как-то переставим буквы, то уже будет другое слово. Ну, мы это неявно понимаем, но это еще лучше все-таки проговорить про себя лишний раз. Потому что бывает, например, так, что могут быть такие, в принципе, языки, где это не выполняется. Например, не знаю, например, китайский. В китайском языке предложение — это набор иероглифов. Для нас привычно, когда одно слово — это набор каких-то маленьких буквок. А там один иероглиф, он сразу все слово обозначает. Но при этом он может быть очень сложным. То есть, например, в китайском там целая проблема то, что иероглифов тысячи, а как-то вот их приводить в какое-то там общее пространство — это довольно сложно. То есть, если мы слова, когда мы смотрим, мы можем их как-то делить сами по себе по слогам, он этому в школе учит, то вот с китайским там как-то нужно по каким-то ключикам, по каким-то частичкам этих иероглифов все это определять. И когда мы работаем с этим в компьютерном виде, это очень сложно. Но, в принципе, реально. Ну и вот еще в том числе мы, когда записываем, мы берем слова. Если раньше, может быть, слышали про тексты, которые раньше были в древних всяких там этих книжках, там тексты шли просто подряд символами, их не делили на слова. Вот это деление на слова, оно какое-то время появилось для удобства и осталось. И вот мы предполагаем, что у нас есть вот такое деление. Вот, корпус. Может быть, новое понятие. Вообще говоря, когда появился интернет, стали как раз говорить про корпусную лингвистику. Это когда у нас есть не просто там книжки, там набор книжек, стеллаж с книжками и так далее, а у нас есть прям какой-то вот проиндексированная база данных, где мы можем просто взять и с текстом работать в цифровом виде. Вот это как раз корпус. Корпусом может быть, например, все чаты Иннополиса. Если мы их возьмем, все сдампим в один файлик, то вот это вот будет считаться корпусом именно чатов Иннополиса. И так далее можно с Википедией сделать, там взять, попарсить книжечки Пушкина и так далее. В том числе весь код с GitHub, например, может быть тоже воспринят как корпус, как набор таких вот полсути изречений просто на искусственных языках. Это могут быть там новости, твиты, статьи и так далее. Вот это нам, возможно, позже пригодится, но из такого, что интересно, вот именно вот эти вот корпуса позволяют некоторым образом предобучать нейронные сети и позволяют как-то вот генеративно строить какие-то тексты, которые эмулируют тот или иной язык. То есть предполагается, что, например, что вот сообщение в чатах Иннополиса, это, предположим, один язык, а сообщение, а вот Википедия — это другой язык. Здесь под языком я имею в виду то, что там разный стиль написания текстов, потому что когда мы смотрим статью Википедии, там сначала есть заголовок, там сначала есть там подзаголовок и потом идет текст какого-то параграфа. Там, не знаю, введение там. Ну так же, как вот с этими художественными произведениями, когда у нас есть введение, средняя часть, конец, вот здесь так же. А с чатами Иннополиса там обычно пишут сообщения короткие, с маленькой буквы, иногда не ставятся на какие-при пинания, иногда ставят эмоди, которых абсолютно нет в Википедии и так далее. То есть, если мы возьмем и попытаемся как-то по какому-то кусочку текста пытаться предсказать, что будет дальше, как в шоу на Ютьюбе, вот тогда у нас будут очень разные результаты, если мы делаем это для чатов Иннополиса и для Википедии. Поэтому это разные вещи. Вот есть какие-нибудь вопросы? Отлично. Ну, в любом случае, один из самых таких интересных, известных корпусов — это так называемый национальный корпус русского языка. Ну, это будет другой корпус, потому что это другой язык. Ну, в целом, типа, вот тот язык, который мы используем, он в том числе как бы задает нам неявно корпус некоторый. То есть, если мы… Вот, например, кстати, насчет Википедии. Есть две разных Википедии на английском языке. Есть Википедия обычная, есть Simple English Википедия. И это будет разного типа язык, потому что в Simple English Википедии у нас, например, будет словарь намного меньше, потому что там используются более простые слова. Вот. И это, то есть, ну, все равно будут разные виды. Но вообще говоря, типа, что считать корпусом, что считать не корпусом, довольно такие размытые, потому что размер, например, тоже непонятно, как мерить. У чатов, например, будут, получается, очень маленькие документы, потому что один документ — это одно сообщение, например. А длинный текст, ну, этих документов, их очень много относительно статей Википедии, например, или сравнимо. Но они сами короткие, вот тут. Вот странно. Вот этот корпус, он отличительен тем, что его подбирают лингвисты. То есть, лингвисты выбирают, например, у нас вот есть какие-то новости, они выбирают какие-то конкретные новости, какие-то конкретные издания, и их сохраняют в корпус. Какие-то отдельные книжки и так далее. Привет. Их специальным образом подбирают и размещают здесь, как такие примеры литературного русского языка. И потом уже поверх этих вот слов, которые есть в этом корпусе, строятся статистики. Например, здесь можно посмотреть на самые частотные триграммы, которые встречаются в текстах. Триграммы — это когда у нас есть подряд три токена, и они идут вместе. Считается их частота вместе в встречании, именно в определенном порядке. Ну, здесь токен — это просто слово. И вот здесь можно заметить то, что первое там о том, что, в том, что, до сих пор, и так далее, для того, чтобы в том числе, в то время, в это время, в то же, по крайней мере, в то же время. То есть тут можно заметить какие-то такие устойчивые конструкции, которые мы используем в своей речи, так или иначе. Также можно посмотреть вот, например, здесь в этом же сайте потом. Ну, можно, мне кажется, просто загуглить. Мне кажется, у меня в презентации этого нет. Например, там слово «форма». Ну, это слово «форма» — это просто слова, но их как-то к одному виду привели. Там, например, будут предлоги, если не ошибаюсь, самыми первыми. То есть не какие-то там такие вот хитрые слова, а вот именно самые частые слова. И вообще есть такое понятие, называется, кажется, закон то ли цифа, то ли зипа. Оно говорит о том, что если мы вот возьмем все вот эти вот частотные единицы, которые мы используем, вот эти токены, там, и, я, в, и какие-то там редкие слова, то они будут следовать вот по вот такому закону, где здесь по оси Y отмечена частота этого слова. То есть просто то, в какой доле текстов он встречается. То есть, предположим, там, и используется, ну, не знаю, там, в 10% текстов. Ну, либо не просто, не может быть, не в процентах текстов, а именно вот в этих просто частотами. То есть там просто мы взяли там все слова, и вот среди всех документов, в каких документах и сколько раз встречалось вот это вот слово. И так далее. Вот у нас очень длинный хвост получается. Вот. Вопрос? Нет? Окей. Ну, вот. В принципе, вот такая тема есть. Причем она много где в природе встречается, просто это вот один из таких вот примеров, которые можно прям посмотреть. Итак, первая задача машинообучения, которая довольно относительно простая, точно для понимания, это классификация. То есть у нас есть некоторый текст, некоторая последовательность предложений, ну, или просто там слов, просто какая-то последовательность текста. Как мы определили ее ранее. И мы для него хотим узнать некоторую категорию. Например, там, токсичен текст или нет? Есть ли там какой-то там определенная категория у этого текста? Срочно ли это письмо? На него надо сразу ответить или можно подождать? Тут типа оскорбляет кого-то или нет? Например, во ВКонтакте это прям работает. Недавно, кажется, проверял там, написал какое-то сообщение, мне ВКонтакте не дал сразу его отправить. Он такой, типа, а может вы хотите его как-то переписать, чтобы не оскорбить кого-то другого? Вот. То есть у них этот классификатор даже в приложении есть, ты пытаешься отправить сообщение, а у тебя он не отправляется. Либо, например, есть Алиса. Там, например, очень много классов того, что можно вообще сделать с этой системой. И когда вы произносите какое-то слово, там, типа, Алиса, там, сделай то-то, у нее там размечено то, что вот если вы какое-то действие хотите совершить, для него есть некоторый обработчик. Ну, там, скорее всего. То есть, например, там, какая погода, она берет и определяет, что у вас намерение это запросить погоду. Или там намерение узнать, какие пробки. Или там еще какое-то намерение узнать. Их вот очень много. То, как их открывать, это тоже довольно интересно, потому что, например, проводят какие-то там промо-мероприятия, и они под это промо-мероприятие как раз делают свой класс вот в этом классификаторе. Вот именно у Алисы отличная способность в том, что когда она не понимает, к какому отнести намерению то, что говорит пользователь, у нее есть fallback поговорить с ним на какую-то свободную тему. То есть, вот эти вот ответы Алисы, когда она там дерзко отвечает и прочее, это как раз вот просто еще одна категория в классификаторе намерения пользования. Вот. А что у нас еще есть? Ну, вот, типа, ищут анализы, например. Бывает в банках, например. Интересно. Помимо этого, помимо классификации, просто у нас еще регрессия есть. Например, определить какую-то численную характеристику. Например, там, можно предположить, там, такие задачи, то, что там, вот, возраст пользователя определить по тексту. Или там, определить, там, сколько тендер строит. То есть, у вас есть там огромный документ, где у вас написано, там, именно, опять же, текстом, там, описание какой-то там за госзакупки. Можно, в принципе, пытаться даже определять вот по этому тексту, сколько, собственно, надо закупать. Вот. Либо, например, там, рейтинг пользователя можно определять просто по тому, как он написан. Можно еще много всяких других таких задач придумать. Это просто то, что мне пришло в голову, когда я эти слайды составлял. Вот. Но, в принципе, концепция понятная. То есть, у нас есть что-то, мы какой-то один ответ даем для вот этого вот текста. Другая задачка, которая довольно тоже интересная, это взять и как-то в тексте определить, что там конкретно, какие части текста чем являются. Например, когда мы берем, вот, опять же, возвращаясь к Алисе, берем, спрашиваем у нее, какая погода завтра? Ей нужно понять то, что завтра — это время, и это тоже, типа, отдельная задача. Это не классификация, не регрессия, это просто отдельный такой вид того, что нужно из текста понять, вот, какие вот там есть части и как они окрашены. Где под краской мы подразумеваем некоторый класс именно конкретного токена. Пример, например, первый — это так называемый партус пич тегинг. Это когда мы… Это четверичная разметка. То есть у нас есть школьная задача предложения. Для каждого слова нам нужно проставить вот это местоимение, существительное, прилагательное, глагол, что это вообще. Какую роль играет в предложении то или иное слово. Это как раз вот эта задача. Например, может быть… Вот, кстати, вот конкретно в этой задачке, например, можно что сказать. Например, в немецком важно, чтобы вот, когда выполняется эта задача, чтобы слова были в исходном этом кейсе. То есть их не нужно в нижний регистр себе проводить, а вот нужно оставлять заглавную первую букву неизменной, потому что вот именно в немецком там есть такая особенность, что если у вас существительное в тексте, оно всегда с большой буквы. И получается классификатор может, ну, практически со 100% вероятностью догадаться, что вот если с большой буквы, то это существительное. Ну, там, конечно, не всегда так, потому что еще важно, это просто первое слово в предложении, оно всегда с главной буквы. Это тоже некоторый такой фактор, который влияет на как раз ответ некоторого классификатора вот в этом месте. Ну, и помимо этого еще бывает важно определять, где какие слова в тексте относятся к какой-то сущности. То есть, например, мы там какая-нибудь новость, и в этой новости там, не знаю, акции Яндекса упали там на 25% в связи там с новым законом Государственной Думы. И, предположим, мы какую-то систему пишем, которая нам обрабатывает автоматические новости и, например, там, не знаю, играет на бирже, как вариант. Ей важно будет знать, например, что новость про конкретную компанию, тогда потому что она может манипулировать именно соответствующей этой компанией ценными бумагами. То есть, можно прям, если в новости упоминается Яндекс, то значит, там цены на акции Яндекса как-то поменяются. И важно поделить, что это вот именно конкретная компания, а не просто что-то там отдельное. И поэтому есть вот такая задача, когда мы берем и для каждого токена в тексте проставляем там это вот location, это organization и так далее. То есть, это вот какая сущность именованная в тексте, где состоит. Вообще, эта задача очень… она называется сегментирование текста, потому что она очень похожа на сегментацию в изображениях. То есть, когда мы работаем с картинками, нам тоже бывает важно взять и человека выделить. То есть, вот эти вот пиксели, они к человеку. Что, например, там фон закрасить и так далее. Вот здесь вот как раз вот аналогичная задачка только в текстах. И вот еще часть, которую я упоминал, пока раз про предсказание следующего слова, что будет дальше по контексту. Это так называемое моделирование языка, то есть, построение языковой модели. То есть, мы строим некоторый такой, как бы классификатор, но с памятью. Причем классификатор, где количество классов это количество слов, с которыми мы работаем. То есть, здесь мы, получается, берем и пытаемся понять, вот у нас есть фраза, она из пяти слов. И мы пытаемся понять, какая вероятность нам вообще в целом получить эти пять слов, если мы просто берем и как-то там случайно достаем эти слова из мешка. Точнее, просто открываем текст нашего корпуса, на котором мы как-то там обучались, смотрелись, и какая вероятность нам встретить вот подряд идущие вот эти пять слов. Если мы какие-то случайные слова будем брать, понятно, что эта вероятность будет низкая. А если мы возьмем прям кусок предложения из корпуса, то она высокая будет, потому что она вот этого последовательности встретилась. И идея в том, чтобы как раз вот такую вероятность, ее можно по идее расписать как производение вот таких вероятностей последовательных. Ну, приблизительно. То есть мы фиксируем какой-то контекст какой-то длины. Например, длины 5. И мы берем какие-то 5 слов и смотрим, какое будет шестое слово. При условии того, что мы уже увидели в определенном порядке предыдущие 5 слов. То есть там я люблю и потом вариант того, что я могу любить. Вот эта вот модель, она по сути берет и нам вот возвращает такие вот вероятности. И там уже, например, если там лося, например, она будет низкая вероятность, там маму побольше, ну и так далее. Вот такого вот рода все это дело. Из интересного, вот, например, вот в этом как раз случае, именно в случае моделирования языка, есть наглядная демонстрация. Она вот вышла в этом году, точнее в прошлом. Но ее не было тогда, когда я это год назад рассказывал. Называется Write with Transformer. Вот, это такая вот интерактивная визуализация, где мы можем выбрать какую-то из моделек современных, обученную на том или ином корпусе, либо имеющую ту или иную сложность. Тут про корпусы важно то, что вот, например, вот этот вот архив NLP, моделька, она обучена именно на текстах научных статей про обработку языка. Она очень специфичная. Но можно пытаться новые работы писать. Вот, а вот GPT-2, XLNet, GPT, они как раз более такие общие. Вот, попробуем запустить GPT-2. Вот, и тут идея в том, что мы можем взять какой-то текст. К сожалению, на английском языке, потому что тут нет еще поддержки русского. Там отдельную модель нужно обучать, все такое деньги тратить. Ну, мне кажется, на этом сайте нету. Ну, вообще говоря, кажется, есть. На этом сайте, например, проверил. А где? На GPT-2. Ну, 10GPT-2? Кажется, у них она была в мультиязыковой, что ли? Ну, давай проверим на русском. Вот, нам нужно взять и попытаться написать историю. Сегодня я пошел в кафе и встретил... Я не понимаю, что это значит. Еговных метной ослегой. Видно вообще, нет? И встретил. И пытается на английском продолжить. На английском будет лучше работать. Да, да, да. Прям история целая образуется. И там даже, может быть, я не знал, типа, куда мы идем вместе. Я думал, что мы встретимся. И я такой, типа, о, боже мой, что мне делать с этим? Ну, то есть, очень такие, типа, прям галлюцинации. То есть, возможно, вот мозг человека, когда он только начинает, там, только спит, начинает просыпаться, может быть, такое состояние промежуточное. И, не знаю, полет фантазии возникает. И вот тут примерно то же самое получается. То есть, были какие-то мысли на уме, а потом пытаешься так, типа, а что дальше было? И так пытаешься придумать дальше это. А потом вот эту вот как раз новую сгенеренную мысль ты используешь дальше, чтобы там дальше что-то придумать. И вот эта вот вещь, она как раз-то эмулирует, получается, используя большое количество текстов из интернета, там, научных статей и так далее. То есть, если тут попытаться отбить какую-нибудь там новость, она эту новость будет дальше дописывать. Можно какую-нибудь там написать вещь, там, не знаю, там, про путешественника времени, который там взял, там, типа, и убил Гитлера. И там, что было дальше, эта штука продолжит. Причем она будет использовать даже, там, типа, она, получается, вот эту вот задачу, например, распознавание именованных сущностей, она неявно решает. Потому что, если можно здесь посмотреть, она ввела вот сущность вот эту Майкл Джордан, а она потом вот здесь вот упоминает уже Майкл. То есть, она запоминает то, что вот что-то важное там было, с большой буквы и все такое, и она берет и дальше дописывает. То есть, вот. На самом деле, это, короче, кажется, что такая довольно тупая задачка, просто следующее слово предсказывать. Но при ее решении у нейронки и за счет количества текстов и так далее, вот, некоторые информации, допустим, распознаются, которые довольно-то сильные. Вот, ладно, продолжаем. Так. Вот. Здесь я вот, кстати, проводил эксперименты на репозитории ВКонтакте. У них есть репозиторий, называется DeepVK в этом, на GitHub. И они написали научную работу, там есть пара чуваков, которые там работают, и они написали, опубликовались с генерацией новостных заголовков. То есть, они взяли там некоторую модельку, и вот ее там погоняли, что-то получили. И вот здесь там очень интересные заголовки возникают. Лавров назвал Обаму Капеда. Да, в Москве задержали двух подозреваемых в убийстве, трех человек. В Москве судили поддельную помощь в заложнике двух человек. Тут еще что-то странное есть. То есть, она прям генерирует много всяких разных штуки. Вот, в Москве задержали 16 тысяч человек за изнасилование детей. Вообще что-то странное генерит. Но фишка в том, что как раз те заголовки, которые они взяли, вот эти вот РИА новости и так далее, они очень специфичные в плане языка. То есть, там действительно можно понять, что там типа вот это, вот это, вот это, вот это. То есть, по каким-то как будто правилам генерируется. И вот то, что получается здесь вот возникает, это прям звучит как будто реально тебе просто взяли там все Яндекс.Новозди и выгрузили. И вот здесь появилось. Хотя на самом деле все они, они сгенерированы. То есть, там у меня моделька обучалась какое-то время, и она выписывала постепенно вот какие-то последовательности слов. Еще это моделирование языка может быть полезно просто в телефоне. То есть, когда вы там что-то вводите, пишется три слова, которые наиболее вероятны. Это как раз вот тоже моделирование языка. Оно немножко другое там работает, потому что там еще важно, например, не просто дописать, что дальше было, но и, возможно, исправить предыдущее слово, которое вот вводилось как раз свайпами. То есть, попытаться предсказать, какое там на самом деле было слово. Но на деле вот тоже, Т9 тоже, она на таких же принципах работает. Так же, как вот все остальное. Дип ВК это получается просто ребят из ВКонтакте? Да, Дип ВК это там ПЛ Колайзен и Дмитрий Гаврилов. Вот, два человека. У них, кстати, тоже стажировки есть. Вот, я не знаю, как они там набирают. Я не знаю, засчитывается универом в Иннополисе. Это стажировка, но у них там тоже есть. Во ВКонтакте. Они в прошлом году набирали, кажется, кого-то там одного человека под ресерч и одного человека под, или там несколько человек под этот, то, что типа в ML в прод выводить. Вот что-то такое у них было. Но у них там жесткий отбор, прям совсем жесткий, потому что у них типа как стартап, и поэтому у них там текущая команда ML, например, это 7 человек. То есть, ну, там, это не Сбербанк какой-нибудь, который там берет, там типа нанимаем 100 человек. Или там Яндекс, типа нам нужно там 200 стажеров на всю компанию или там больше. То есть, ну, там у них не такие объемы. Вот. Из других задач. Есть, например, такая задача нахождения похожих текстов. Ну, вообще, в целом, текст similarity. То есть, у нас есть два текста, и нам нужно определить, вот это вот одно и то же или не одно и то же. Вот насколько они похожи. Плагиат. Нахождение плагиата, например. Вот это вот как раз задача, которая вот это решает. Но в целом, она может быть полезна не только для вот как раз вот такого рода задач, нахождения похожих текстов. Например, те признаки, которые получились как раз вот для вот такого вот, для решения задачи тематического сходства, их можно использовать для нахождения, например, каких-то там дубликатов в датасете. Вы доработаете, например, с классификацией чего-то, можно вот таким образом найти похожие заголовки. Можно, например, строить на этом классификатор. То есть, предположим, у вас есть модель, которая берет и похожесть считает. И у вас есть какой-то набор текстов, которые вы считаете золотыми. То есть, вот эти тексты, вот они как бы хорошие, вот мы хотим их использовать, и вот мы не хотим обучаться, мы хотим вот просто взять эти тексты и все, вот с ними работать. Можно их взять, вот эту модель, посчитать их там семантические векторы, и они еще эмбэддингами называются. Эти эмбэддинги в базу положить. Если какой-то новый придет текст для классификации, там, например, не знаю, пишка какая-нибудь и так далее, мы этот текст эмбэддим, ну, то есть, превращаем в некоторый вот тематический вид, в некоторый вектор, и потом сравниваем со всеми векторами, которые у нас в базе есть. Вот если он достаточно похож на какой-то вектор с базы, на золотой, то все, мы типа считаем то, что вот мы сработали, мы проставляем этому новому тексту метку, которая была вот у этого текста, который мы знаем, который у нас в базе. И вот так вот мы, получается, можем брать и обучаться в онлайне. То есть вот такую систему, которую я только что описал, по идее можно просто взять, если у нас там как-то система не обработала, какой-то случай, мы можем просто взять вот этот текст, который у нас не словился с системой, мы его эмбэддим, и потом этот вектор добавляем в систему, и в следующий раз мы не ошибемся. И вот таким образом можно постепенно, 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 как бы раз, вот, дообучаться во время работы системы. Вот такой вот пример. Вот. И еще одна из интересных задач, мне кажется, последняя, среди именно задач, это машинный перевод. Все сталкивались, наверное, с Google-переводчиком. Вот. Эта задача как раз примерно про это. У нас есть текст на одном языке, нам нужно написать текст на другом языке, что бы это ни значило. То есть, например, это, конечно, да, это перевод там с русского на английский, с английского на русский. То есть у нас есть предложение на одном языке с каким-то смыслом, нам нужно получить, перенеся смысл на другой язык, вот другое предложение. Вот. Но это может быть в том числе, например, суммаризация. То есть у нас есть большой текст, а нам нужен только заголовок, какую-то выдержку из него. Вот это тоже, по сути, машинный перевод. Мы какие-то длинные тексты в короткие переводим. Либо это может быть, например, диалоговая система. То есть нам что-то говорят, какую-то реплику, и мы следующую реплику должны предсказать. То есть принять роль какого-то игрока условного, взять и выписать какую-то реплику. У Google, кстати, недавно, несколько дней назад, статья вышла на эту тему. Как раз они взяли, посоревновались с другими какими-то подходами, вроде клавербота. Может быть, кто-нибудь видел этого клавербота. Это вообще странная вещь. Показать, наверное, сейчас. Про чатбота говорили? Да, чатбота. То есть у них статья как раз про чатбота была. Она и МРС. Они ее как-то назвали, но с ней нельзя поговорить, насколько я знаю. У них просто статья вышла. Я пытался найти, но как-то не вышло. Да, там примеры есть. Примеры вообще огонь, кстати. Так, давай увеличивайся. How are you doing? Fine. You. To. Ну, он, короче, сонный. У него очень много таких вещей. То есть пытаясь с ней поговорить про что-то, а он такой, типа, давай вот про вот это поговорим или как-то иначе. Пытается свести с тему на ту, куда он хотел бы поговорить. То есть с ним можно поболтать, но если обкуриться. Мне кажется, если без этого, не поможет. А вот с гуглской моделькой там покруче. Там, например, примеры есть. Там моделируется диалог двух людей, и один из них говорит, типа, ты играешь в Доту? Ну, в Доту 2. А он такой, типа, ну да, я играл в колледже. А потом нейронка там дописывает, типа, какой у тебя любимый персонаж? Favorite hero? То есть она прям, ну, она догадывается про всякие там вещи, которые у нас в реальности существуют. Хотя Дота не особо в реальности существует, но все равно те, которые мы так или иначе встречаем. Там, кажется, есть про спорт какие-то там, в том числе, штуки были там про искусство. Но из-за того, что вот они как-то так вот обучили, она много, получается, памяти у себя сохранила. Она вот может такие вещи извлекать и прям болтать. Прям намного умнее, чем этот клавербот. Из других вещей, например, может быть какой-нибудь там перевод текста на естественном языке, какой-нибудь запроса, в SQL-запрос. То есть там хочу посмотреть на пользователей, которые там за последний месяц потратили больше 20 тысяч рублей в какой-то магазине. И она берет, например, моделька может быть, и она сформирует запрос в SQL-е там select, там то-то, from то-то, where там вот это все дело. По идее тоже есть такие наработки там, которые берут и вот превращают тексты в естественном языке и в SQL-е наоборот. Ну, наоборот, там можно на правилах сделать, но вот есть такого рода наработки. В том числе, это, кстати, еще называется sec-to-sec модели, sequence-to-sequence, когда у нас есть какой-то вход в виде последовательности, и мы его конвертируем тоже в другую последовательность. Похожие наработки, кстати, используются еще в задачке приведения речи в текст. То есть мы, например, что-то наговорили, какую-то речь, и нам нужно взять и получить какую-то последовательность текста, чтобы уже как с текстом работать. То есть как OCR, только если OCR, он работает для картинок, то здесь называется ISR, Automatic Speech Recognition. Тоже позволяет нам брать звук и этот звук конвертировать уже в текст и работать с текстом. То есть, например, если нам нужно условно… У нам какие-то есть там сервис, предположим, и клиенту постоянно звонят на телефон. Вот звонят, 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 звонят. А мы, ну, типа, работать со звуком и звук классифицировать, что ли, будем, это сложно. Можно взять и все звонки клиента, которые у него есть, сконвертировать в текст. И уже с текстом работать, там, используя, например, вот эти вот модели, всякие там GPT-2 и так далее, вот Берты. Вот это все использовать для работы как раз вот с решением задачи клиента. Просто таким с промежуточным шагом конвертации. Вот. Угу. Вот с телефоном общения там все понятно, что, например, 20 человек там, и там, задумываются обе дорожки. А если мы, например, говорим, ну, может, сказать, в курсе, то есть один микрофон и речь сделаем. Есть какие-то наработки по именно наработке, например, с обновлением, с обновлением, с обновлением, с обновлением? Да, есть такие наработки. Я не знаю насчет того, чтобы они были в опенсорсе, там есть какие-то, но они более научные, мне кажется. Но вообще такие штуки есть. То есть это тоже задача отдельная. Она, кстати, похожа на то, что вот я здесь разбирал, с сегментированием текста. Только здесь у тебя, получается, не текст есть, а какие-то сегменты в твоей вот записи речи, как вот просто в сигнале. И затем у тебя, ну, предполагается, что друг друга не перебивают люди, и ты также, получается, сегментируешь свой сигнал с одного микрофона, она говорит нам спикер один, говорит спикер два. И вот потом уже это можно взять, эти дорожки разделить и загнать вот в SR и потом уже с этим работать. То есть вот так можно делать. Есть другие штуки, которые типа, ну, типа не будут вот жестко делить спикер один, спикер два, а могут это еще делить аккуратно вырезая, получается, одного спикера от другого, так, чтобы типа, даже если они перебивают друг друга, это все аккуратно вырезалось. Но я такие штуки не видел, но они потенциально возможны. И есть наработка, кажется, от Spotify, которая делает то же самое с музыкальными инструментами. То есть это прямо open-source модель, ее можно прям запустить, поиграться с ней. В нее можно просто кинуть звуковой файл, и она отдельно выделяет, например, барабаны, отдельно выделяет струнные, отдельно выделяет вокал, отдельно выделяет басы. И вот такого рода сегментацию делает. Или там отдельно аранжировку всю и отдельно вокал. То есть можно, получается, просто запустив эту программу, получить ту самую минусовку, которая там всегда бывает нужна в некоторых этих мероприятиях. То есть вот такое. Вот. Ну, кажется, это все про задачи. Дальше методы обработки я предлагаю перерывчик сделать небольшой. Сейчас попытаемся посмотреть, как можно к ним приступить уже, к их решению. И самое первое, с чем нам нужно познакомиться, так это стокенизация. А текст, который мы видели, это была последовательность символов. И если мы это будем прям делить посимвольно, то очень сложно даже человеку попытаться определить, что с чем как связано. Потому что мы не мыслим символами, мы мыслим именно какими-то единицами более высокого уровня. И вот токенизация — это как раз попытка перейти к каким-то более значимым единицам в языке. Я все постоянно пытаюсь уйти от слова «слова», потому что не всегда в современном понятии именно слова применяются. Но как бы на простом уровне это мы пытаемся взять текст и поделить текст на слова. И воспринимать текст именно как набор слов. То, что вот там одно слово, другое слово, третье слово стоит. И слово мы как бы воспринимаем как единое целое, как там вот один пиксель в картинке, предположим. Вот. То есть здесь конкретно может быть токенизация документа на предложение, в том числе, помимо токенизации на слова. Потому что у нас бывает так, что, например, документ очень большой. И даже, ну типа, если мы возьмем его, посмотрим на него как на отдельное такое большое предложение, это уже будет довольно сложно. Потому что если мы, например, возьмем и попытаемся обработать сразу, там, попытаться определить, например, по всей войну и миру, то, что это вот, например, там художественное произведение, класс, пытаться решить задачу классификации, то, ну, длина будет огромная, мы это не сможем в оперативную память поместить, если будем как-то там брать и нейронкой все за один раз обрабатывать. Поэтому важно в том числе поделить документ на предложение некоторое. А ту же войну и мир, например, на главы, как отдельная такая, где они там разделяются. Вот. На предложение можно поделить, например, вот так. Вот есть библиотека, называется Rusen Takenize, ее можно там pip install Rusen Takenize. Там, если не ошибаюсь, работает механизм на правилах, и он, ну, ему там зашито то, что вот если стоит точка и там нет ничего какого-то там странного, там типа TD, например, там и так далее, там есть какой-то набор правил, то брать и здесь разделить, ну, текст, здесь разделить одно предложение от другого. И таким образом можно просто взять питоновскую строку с каким-то текстом, вызвать функцию Rusen Takenize, и все, мы получим список отдельных предложений. На слова, в принципе, так же. Ну, почти, только тут не Rusen Takenize можно попробовать использовать, а, например, в библиотеке DePaulov есть Russian Takenizer. В целом, еще, если говорить как раз про вот такого рода методы, то самая известная библиотека здесь, она называется NLTK. Natural Language Toolkit. Там как раз есть в том числе вот эти все штучки. Ну, не факт, что именно вот они есть там в последней версии, но есть какие-то там аналоги, которые позволяют работать точно с английским, немножко с русским и еще немножко там с другими языками. Если у вас какой-нибудь специфический язык, например, татарский, тут, скорее всего, какие-то стандартные методы не подойдут. Нужно как-то с ним по-другому работать, но это я, к сожалению, не знаю. Но есть ребята, которые знают, потому что в Иннополисе, кстати, я не знаю, знаете вы или нет, есть какая-то группа, которая прям берет, и они строят переводчик с татарского на русский и обратно. И вот пытаются как-то брать и ресерс делать вокруг этого, потому что текстов на татарском намного меньше, чем на русском и английском и так далее. На всех таких более популярных языках. Вот здесь отдельный вопрос у нас возникает, вот считать или нет всякие знаки припинания за отдельные слова. Вообще говоря, так можно делать, потому что, например, для нас, когда мы читаем предложение, для нас точка, она является прям таким сигналом, то что все, вот здесь вот предложение закончилось. Но бывают такие задачи машинного обучения, когда нам нужно прям взять и вот как бы отдельным это токеном заменить. И бывает так, что точка, она как бы и бьет предложение, и не бьет предложение. Бывает так, что мы хотим, например, работать, мы хотим так, чтобы у нас вот какой-то алгоритм, который мы делаем, чтобы он учитывал в конце точку. Например, вот если мы вспомним эту модель, write with transformer, то там прям в модели ставятся знаки припинания, то есть там нет никакой постобработки. Если же мы вот берем и токенизацию делом, вот как здесь, текста, то потом растокенизировать текст обратно, это отдельная задача. Если мы просто выкинем все знаки припинания, то мы не сможем его один в один обратно растокенизировать, потому что мы не будем знать, где вставлять запятые, это надо, получается, какую-то, допустим, задачку решать, типа, вставить ли запятую нам после вот таких-то слов и так далее. То есть все довольно сложно может быть, если мы в некоторых задачах, если мы выкинем знаки припинания, а иногда, может быть, и лучше, опять же. Это зависит от того, что вы решаете. Например, классификации обычно их выкидывают, потому что для того, чтобы определить, как, ну, к какому классу относится то или иной текст, обычно бывает неважно, как там расставлены знаки припинания. Там сразу будет по словам видно, например, там то, что там токсичный текст, например. Типа там сразу будет видно, там матерные слова и так далее. Ну, это очень сильно зависит. Но обычно там знаки припинания никак не играют. А если какие-то там сложные зависимости искать, то их, скорее всего, стоит запомнить. Вот. Помимо этого нужно еще поговорить про, собственно, вещь по названию словарь. Словарь — это то множество таких вот словных единиц, токенов, с которыми мы работаем. То есть мы предполагаем, что вот у нас есть, например, место под 100 слов. Ну, предположим, вот 100 слов — это все, что мы знаем. Вот это все слова будут, с которыми мы работаем. Мы других не знаем. Вот эти слова знаем, остальные просто выкидываем. Вот это вот один из подходов. Другой из подходов бывает так, что у нас какой-нибудь там открытый словарь. Мы берем там, как-то так делаем, что у нас слова бьются на такие единицы, что не на слова, а на какие-то вот подсловные прям штучки, что у нас вот все слова, что у нас есть, мы можем взять и вот этими закодить. Любой текст. Такое тоже бывает. Мы это на следующем сайте посмотрим. Но вот здесь предполагается, что у нас есть какой-то набор слов, которые мы как-то, например, взвлекли из корпуса, на котором мы обучались и оставили. А если у нас какие-то новые слова будут возникать, ну, например, не знаю, там, швей, например, слово взяло и пришло в голову кому-то. Но уже после того, как мы там обучили словарь, когда мы все слова запомнили, вот новое слово появилось, мы под них будем использовать специальный токен. Он называется либо auto-focabulary, либо unknown. Мы просто будем это слово помечать, типа вот это вот неизвестное слово. И все. Вот такая вот организация. И у нас возникает также проблема, то что если мы вот берем огромный текст, убираем все знаки препинания, у нас все слова разделены пробелом. Мы сплетим по пробелу. Огромная последовательность слов мы ищем уникальное. У нас возникает такая проблема, что у нас могут быть слова, которые мы считаем, как носители русского языка, одним и тем же словом, но эти слова по-разному записываются символами. Это разные строки на питоне. Если мы на равенство их проверим, они будут разными. И возникает проблема с тем, что какое слово взять за такое, которое представляет весь набор вот этих вот слов, которые по-разному выглядят. И вот эта задача называется как раз вот лиматизацией. То есть мы берем и слова, которые мы видим, мы их тем или иным образом преобразовываем к какому-то общему слову. То есть, например, если это какой-нибудь там, если какой-нибудь глагол, нам нужно его конвертнуть в инфинитив. Если какое-нибудь существительное, нам нужно его конвертнуть в единственное число, именительный падеж. То есть избавиться от всех остальных падежей, избавиться от множественного числа. Вот, например, здесь. Пока везде закрыто. И вот здесь закрыто в закрытый превращается. То есть мы из среднего рода переводим в мужской род. Тоже как одна из нормализаций, чтобы не было вот в прилагательных разных родов. Или, например, ждем, тоже конвертация в инфинити будет ждать. Например, вот в этом, в НКРЯ, который мы посмотрели, в национальном корпусе, там, когда вот эти вот словные единицы, вот частоты считают, именно вот такое преобразование делали. Ну, либо какое-то аналогичное. То есть вот один из примеров того, как вот можно делать. В английском, например, это не такая сильная проблема, потому что у них нету склонения по падежу практически. Там есть какой-то один падеж, еще один дополнительный, но он редко используется. Там в основном, типа, приписывается к слову просто S. То есть там такие, вот лиматизация, она, ну, просто взять и зачеркнуть S на конце, убрать, это не так сложно. Вот, и поэтому лиматизация, да, тут я не написал, но, вообще говоря, лиматизация, это именно скорее на русском все происходит. Там у них это называется stemming. То есть, если прям попытаться вспомнить, что такое stemming, из словаря, что очень редко, наверное, получается, вот, это так называемое обрубание до корня, что ли, растения. То есть у нас есть какой-нибудь там, типа, цветок, например, и мы его берем и, типа, сверху рубим, и у нас только, типа, один корешок остается. И вот это, типа, его stem называется как раз. И это процесс, когда мы берем некоторое слово, и мы от него просто берем и куски отрезаем до какого-то момента, пока не остается что-то типа корня. То есть это как если бы мы взяли на русском и просто откинули окончание. И приставки. И у нас какая-то такая внутренняя штука осталась, и мы считаем ее, типа, вот это представитель слова общий. И все слова, которые имеют вот такой представитель, типа, это одно и то же. Вот, в английском это работает, в русском нет. Ну вот, тоже вот один из методов того, как можно предработать текст, чтобы каким-то образом потом из него извлечь признаки. Еще бывает важно, например, так называемое понятие амонимия, которое мы можем встречать, например, там, с компанией Apple. Apple это может быть компания, Apple это может быть яблоко, которое написано в начале предложения. Типа, яблоко вышло погулять, яблоко с большой буквы, например, и так далее. Вот, и в некоторых задачах бывает важно это учесть. Вот такую вот особенность в языке, которая возникает. И один из методов, который я встречал, вот, избавление от этого, это, например, вот использование какого-нибудь алгоритма, который нам для каждого слова может предсказать, какой-то внешний алгоритм, который мы, типа, предполагаем, что его обучать не нужно, вот он есть, мы просто берем и все. И берем и формируем новые токены из имеющихся, где у нас первая часть это как бы нормализованное исходное слово, а вторая часть это какая-то часть речи. И вот, например, вот в разных кейсах, вот, печь, пироги, присел на печь, у нас тут печь, это разная печь, потому что одна печь это глагол печь, а другая печь это, ну, прям, где и пекут, собственно. Вот такой вот пример. И вот как раз то, к чему я шел, когда мы можем как-то взять и работать с фиксированным словарем, и при этом иметь возможность растекенизировать вообще все слова, которые только возможны, это так называемый алгоритм byte-pairing-кодинг, который сейчас активно используется как раз в этих вот в бертах. И вот то, что я приводил пример из ВКонтакте, где там генерировались заголовки новостей, вот как раз там используется byte-pairing-кодинг. То есть это некоторый алгоритм, которому мы кормим огромный корпус, и он пытается как раз эти вот частички найти, на которые нужно поделить предложение. То есть там алгоритм, он немножко похож на сжатие Хаффмана. Если кто-нибудь есть, кто алгоритмы сдавал? Окей, два человека. Ну ладно. Это некоторый алгоритм сжатия информации. Когда мы берем, и вот у нас есть информация, мы это записываем 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 и так далее, 0. И идея в том, чтобы построить так называемую кодировку. То есть взять, например, какую-то последовательность символов, ее сконвертнуть в какую-то более маленькую последовательность символов. И так далее. То есть построить некоторый закон, по которому мы вот одну последовательность, бах, и в другую отображаем. И вы… Какая мастеризация по времени не поправится, вообще ничего не дает, да? Вот это вот, вот эта штука? Да, ну вот, байт-пай. Байт-пай-энкодинг? А. Ну типа она там скоростью, а вообще не влияет. It depends. Она позволяет тебе работать со словарем меньшей длины. У тебя словарь просто меньше получается. Она работает следующим образом. Мы говорим ей, мы хотим там 100 токенов. Нет, словарь получается такого же размера. Не-не-не, вот смотри. Если, короче, вот я тут рассказывал про словарь. Тут мы словарь берем и запоминаем весь. Либо берем там типа мы хотим 100 тысяч токенов, остальные обрубаем и заменяем на out of vocabulary. Вот байт-пай-энкодинг, ты ему тоже говоришь, типа хочу там тысячу токенов. Он тебе сделает тысячу токенов, но вот тот хвост, который у тебя остался, он разобьет на какие-то тоже. Вот те токены, которые тебе до этого были, он будет их использовать для того, чтобы вот эти слова тоже обработать. Просто слово будет разбито на много кусков. Ну вот, допустим, одно слово будет разбито. Вот типа там получается, ну допустим, три буквы будут заменены на одну букву, правильно? Ну, например, да. Да, типа мой, моя. Ну да. Могу будет заменено, допустим. Ну да. А вот экран, как и я, допустим, заменено на другую букву, правильно? Ну типа количество слов в половине от этого не заменялось. Правильно? Ну ты имеешь в виду типа сравнение словарь плюс лиматизация и BPE, да? Я вот только как бы делаю. Ты имеешь в виду, как типа… Ты имеешь в виду, как типа конкретно… На какие конкретно с единиц он поделит? Или что? Я имею в виду, что типа в чем путь BPE? Кроме как оптимизация типа, ну по памяти, может, у нас там меньше размеров словарь. По памяти, смотри, она еще в том числе позволяет тебе обрабатывать те слова, которые ты не видел во время обучения. Она будет из них строить. Из них какие-то там похожие, ну то есть она будет все равно эти слова обрабатывать, делить на те токены, которые она знает, использовать информацию про вот эти токены и пытаться формировать про них какую-то информацию. Уже на дальних слоях нейронки, если типа именно нейронка решать. То есть эта штука, она вот как раз вот для этого. Из еще интересных вещей она позволяет тебе, если ты прям декодишь в BPE, следующий токен предсказываешь, она может в том числе запомнить эти запятые, точки и так далее. То есть она может пунктуацию сохранить тебе. Тоже вот полезно. И как бы это за цену там каких-то там токенов, которые там допустимно лежат. Вот помимо еще вот этого есть вообще про токенизацию и конкретно BPE и разные приемы. Они все лежат в библиотеке токенайзер, которая вот недавно появилась, там пару месяцев назад. Там как раз есть вот все алгоритмы, которые я здесь говорил в принципе и не говорил. Вот они там вот лежат насчет токенизации. И причем там в хорошем формате, чтобы это использовать вместе там с нейронками. Но можно и отдельно от них. Вот. Итак, мы сейчас научились более-менее брать тексты и их конвертировать какие-то токены. И сейчас идея в том, что вот мы имеем эти токены, как мы можем взять и их сконвертировать в признаки, которые мы уже предполагаем, что, ну если у нас мы признаки получили, мы свели задачу к тому, что мы до этого делали там, там, кодбуст натравить и так далее. Вот. А один из приемов, который мы можем сделать, у нас есть какой-нибудь словарь, где мы опять же там договорились, например, там у нас 10 тысяч токенов. И у нас есть вектор длины 10 тысяч. И там все нули. Мы встречаем новый текст. Мы видим первое предложение. Первое слово. Ну, либо первый токен. Мы берем и единичку ставим у этого токена. Бах, и добавили единичку. Все. Вот такой вот типа энкодинг. Вот. Но тут проблема в том, что, ну, то есть им получается таким образом можем описать одно слово. Одно слово — это один вектор. Вот такой вот one-hot encoding. То есть это немножко похоже на эти… Если кто-то, не знаю, с физикой работал, там есть так называемые эти спектрометры. То есть когда берут какое-нибудь там вещество, например, его как-то там кладут, подсвечивают, а потом свет, который оно отражает, пропускают через призму и потом смотрят, какие полосочки получились на спектре. Вот. И здесь получается, если мы будем работать с текстом, с предложением, то как раз мы получим что-то похожее. То есть у нас будет вектор, который по большей части нули, но при этом на тех местах, где есть слова, которые мы встретили в этом предложении, мы будем видеть не нулевые показатели, а именно частоты этих слов. То есть вот, например, у нас есть вот bets can see via echolocation, see the bet, sight, sneeze. Видимо, какая-то шутка. И вот здесь мы можем заметить то, что via, the, sneeze, sight и так далее. Везде стоят не нулевые коэффициенты. То есть мы таким образом можем взять текст и его сконвертировать в набор признаков. Проблема в том, что здесь у нас количество признаков – это количество токенов в словаре. То есть вот, например, здесь вот это 10 тысяч токенов, если мы предположим, что словарь размером 10 тысяч. И это очень много. То есть, например, если мы вспомним, там, не знаю, например, какой-то там линейный алгоритм, логистическую регрессию, это нам нужно 10 тысяч коэффициентов учить. И при этом мы никак не учитываем то, что если у нас, например, был… Ну, предположим, мы обучились как-то на каких-то текстах. Мы встретим какой-то текст, который такой же практически, как такой, который мы видели в обучающей выборке, но при этом в этом тексте одно из слов заменено на синоним. Это, получается, у нас будет другой коэффициент вот здесь, в этом векторе, рядом с другим словом. А, например, мы его не видели, слово вот это синоним до этого, и мы не знаем, какой там коэффициент должен быть. Там, предположим, 0 стоит. И получается, что этот коэффициент не будет учитываться в модели полностью, и она будет совершенно другой результат выдавать. То есть эта модель, она на самом деле не очень адекватная, не всегда может помочь, потому что она вот такие вот закономерности не учитывает. Но иногда, если у вас там маленький размер словаря или какая-то специфическая сдача, в принципе, может подойти. И я еще тут, кстати, не упомянул то, что в некоторых задачах может пригодиться метод выкидывания стоп-слов. То есть здесь, например, когда вот этот вектор записывали, the, частичку, не выкинули, артикль остался. А он очень частый. Это одно из самых встречаемых слов в английском языке, и оно не несет абсолютно никакого смысла. Ну, кроме там помечения, то, что вот то, что мы дальше после этого слова говорим, это вот какая-то конкретная сущность. То есть это типа модификатор следующего слова. Вот в данной модели мы никак не учитываем порядок слов. Она поэтому называется мешок слов. Просто мы взяли и все скинули в один такой тазик. И здесь получается, вот это так не отфильтровали, но бывает так, что это нужно отфильтровать. Стоп-слова. Вот такая небольшая модификация. Более умная модификация — это использовать вместо просто частот конкретных слов в документе характеристику, которая называется TF-ADF. То есть это расшифровывается как term frequency на inverse document frequency. То есть мы берем и считаем следующую характеристику для вообще всех слов в нашем корпусе, который мы встретили. Мы предполагаем, что корпус — это набор документов. То есть один документ — это одно предложение. И мы в этом одном предложении можем посчитать то, сколько у нас слова входили в него. То есть, например, предположим, текст про кошек. Там будет очень много часто слов упоминаться, которые так или иначе связаны с кошками. И, например, там текст про собак. Там то же самое, только про собак. Вот. И тут проблема в том, что у нас может быть так, что проблема была, которая в Яндексе. Вот SEO. Вот все это, что строилось там лет 10 назад или там больше даже, про оптимизацию поисковой выдачи. То есть, предположим, у вас есть там, не знаю, интернет-магазин, и вы продаете как раз кошачий корм. И вы хотите, что вот именно ваш магазин, он был выше в поиске, когда человек там пишет там «корм для кошек». И если бы вы использовали вот эту вот метрику, точнее, вот это вот излечение признаков и какой-нибудь там алгоритм, который как раз никак не предобрабатывает, но вот работает именно с частотами слов, он может так обучиться, что если он видит, что в тексте есть какие-то слова с кошками, например, типа что-то вот в этих координатах, то он может им поставить высокий коэффициент для класса кошки. И если вы будете еще больше фигачить в документ слов, связанных с кошками, то у вас повысится вероятность этого класса. И там, как-то там ранжирование и так далее может повыситься. То есть, такой тупой фактор. Но это повлекло к тому, что начало появляться очень много сайтов, где просто начали просто статьи, вот написанные как будто роботами были, где много-много-много нужных слов, типа кошки в Санкт-Петербурге, кошки в Екатеринбурге, корм для кошек, корм, 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 кошки, кошки. Вот это вот все так набито. И поисковый робот это индексирует. Это все вбивается в модель, модель считает признаки, эти признаки вбиваются вот в ранжирование, и пользователю выдается вот этот сайт выше. И вот чтобы этого избежать, как раз используют вот такую вот характеристику, когда мы берем и компенсируем частоту встречаемости слова частотой встречаемости вообще во всех документах. То есть мы таким образом пытаемся как бы учесть, вот если слово оно часто встречается, но оно вообще в целом часто встречается во всех документах, то это слово не особо важно. То есть какие-то там союзы, частицы и так далее, они учитываются как раз с этим коэффициентом. То есть если слово общей лексики, то мы его убиваем. А если слово может быть даже редко встретилось, но он вообще в целом редко встречается в корпусе текстов то она не сильно убивается вот вот этой вот метрикой если какие-то вопросы или нормально объясню вот целом идея такая то есть как-то мы берем и пытаемся эвристически скомпенсировать вот редкость слов учесть вот смотри тут тут смотри тут есть часто редко в документе и часто редко во всех документах вот первая величина она говорит про конкретный документ то есть вообще говоря смотри когда ты вот такой вектор строишь у тебя предположим два текста у тебя вот эти вот показатели они могут быть разными именно за счет того что у тебя будет разная вот эта верхняя характеристика частот слов в документе то есть есть документ например там слова кошки упомянуто пять раз у тебя вот это вот n сверху будет 5 а в другом документе а там например она упомянуто два раза и там бы это будет 2 но это и там же там же слово кошки и слова кошки на какое-то фиксированное количество раз встречалось вообще во всем корпусе во время обучения в ком-то количество документов например в 100 из 1000 вот мы эту характеристику здесь учитываем вот то есть а если у тебя слова есть не кошки а синха фаза трон она встретилась например в пяти документах из 1000 или там в двух то у тебя все это дело будет делиться на меньший множитель и за счет этого у тебя эта характеристика будет больше просто счет того что в целом то слово редко вот кажется я неправильно рассказал про вот это вот селой штуку вот когда мы берем и часто упоминаем но она по сути отражает то что какими-то вот такими вот эвристиками мы можем поиграться и как-то вот учесть то что у нас как-то система могут обойти ну так или иначе то есть как-то взять и условно намазать эвристику так что все хорошо вышло вот а когда уже эвристики заканчиваться когда хочется прям супер круто сделать переходит к более сложным методом например здесь метод word век он работы следующим образом вместо того чтобы брать и слова отображать вот в такой вот вектор который у нас там размерности 10000 и там все нули и только одна единичка как-то что-то влияет мы берем и хотим получить такие векторы которые нам как-то более общим образом описывают слова и при этом которые более плотные то есть этот вектор называется разреженным потому что там почти везде ноль этот вектор называется плотным потому что у него все все координаты они не нулевые все они какие-то там разные вот и идея в том что если мы возьмем это вот вектор одного слова вектор другого слова то хотелось бы сделать так чтобы у нас то если этим и векторы сравниваем то они были похожи а если они несу нас векторы разные тогда и слова разные то есть вот то что хотелось бы в идеале получить и вот алгоритм ворту век он по сути нам вот такой вот выдает то есть просто какие-то вот векторы которым можно посравнивать и получать вот вещи которые вроде вот такого так как она обучается вот то есть мы получаем так называемую дистрибутивную семантику когда мы можем взять какие-то там условно соотношение между теми или иными словами в нашем языке и получить что-то похожее в виде векторов то есть вот есть такая известная штука которая не всегда выполняется не всегда кажется что верная но таким вот типа обывательским смыслом кажется что вроде у нас система работает вроде действительно ловит похоже те слов вроде все хорошо то есть типа king минус man плюс woman равно queen идея что то есть мы берем слова king в нем зашита какая-то информация и мы это из этого слова вычитаем информацию про то что король это мужчина и заменяем это на информацию что король женщина и предполагается что мы получаем вектор который похож на вот слова queen женщина вот как это работает внутри почему это вот все так вот хорошо описывать то что мы привыкли воспринимать когда мы вот эти вот векторы учим мы на самом деле решаем следующую задачу одну из двух это мы берем и строим очень много моделей логистической регрессии для каждого слова по сути мы строим отдельную модель и у этой модели есть вот как раз вот вот эти вот параметры которые мы вот здесь вот видим и и мы по кому-то слову кто-нибудь здесь вот расположен в предложении мы пытаемся предсказать какие слова стояли за ним вот после него и до него вот так вот в два направления то есть мы по сути берем и вот строим такой вот softmax где у здесь у нас какие-то слова и словаря расположены и мы пытаемся вот у нас вот это вот слово на прорискома и а вот эти слова как точнее вот улучшены на вот так вот предположим вот эти четыре слова они были соседями нашего исходного слова мы хотим чтобы у нас было что-то вот такое вот то есть что у нас встретить по соседству с нашим исходным словом можно всякие разные слова но поскольку мы вот эти вот увидели в корпусе текстов мы хотели бы чтобы они были как раз у нас здесь вот категоризованы как соседи концептуально вот это вот все вот так работает это вот кажется подход под названием skipgram нет не skipgram ну короче вот это один из подходов когда мы берем и по слову пытаемся его контекст предсказать есть подход наоборот когда мы берем вот пытаемся построить какие-то векторы для соседей потом их сложить получаем один какой-то вектор и по нему мы пытаемся предсказать наше исходное слово вот так вот вот и краски грамм называется вот так вот да 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 и как раз вот такую вот информацию как раз учитывает эта модель то что у нас как раз стакан от ложки вот вот в этом пространстве он будет отличаться тем что у нас стакан он именно чаще встречался в контексте слова поставить а ложкой на слой положить вот и поэтому там как раз например слова собака и кошка не будут похожими пусть даже не идеально но они будут плюс-минус в похожих контекстах встречаться именно в контексте домашнее животное то есть будут встречаться вокруг слов которые так или иначе описывают то что они там вот их погладить они милые так далее вот для слова бульдозер она в других абсолютно контекстов встречается и она не будет связана со с вами милые так далее и поэтому она будет сильно отличаться от этих двух вот но в целом концептуально провор ту век это то что слова 100 как и письма слова строится на прот на основе того вокруг каких других слов они встречались из этого и как бы смысл черпается и эти коэффициенты они как бы посчитаны уже тех или иных корпусах их можно просто взять из интернета то есть там не знаю файл лежит там 6 гигабайт и там есть какой-то набор слов и для каждого из этих слов выписано вот такие-то коэффициенты нужно использовать то есть по сути вот этот алгоритм просто берется и применяется то есть считать вот эти вот коэффициенты считать обучать все это дело обычно никто не делает кроме специфических случаев ну и тем более сейчас когда сейчас все нейронными системе решается вот и кстати переходя немножко ближе к ним есть такой алгоритм под названием fast текст он немножко сложнее как отличный чем ворту век потому что если мы ворту веке мы работали просто со словом и с тем что было рядом то здесь вот мы сам вектор с нашего слова который у нас есть мы его формируем из-под векторов каких-то частей посимвольных исходного слова то есть у нас был например слова кошка мы берем и делим вот на часть вот у нас подчеркивание w h w h e h e r и так далее то есть мы берем мы предполагаем что наш вот вектор слова для которого мы строим embedding он строится под векторов вот этих вот слов плюс из вектора всего слова ну типа мы выделяем как отдельное слово словаре и затем все это суммируем и его также применяем в в алгоритме ворту век как вы до этого делали вот так вот концептуально то есть идея этого алгоритма в том что даже если мы встретили какое-то слово которого не было в словаре мы для него можем построить какие-то промежуточные векторы вот вот таким вот алгоритмом просто беря и идя окном размера 3 по всему слову и затем используя векторы которые мы запомнили для вот этих вот под слов такая вот идея это сделать и она на русском языке например может учитывать без специальной обработки окончания то есть мы можем брать и не лимитизировать слова и она все она будет понимать какие там конкретно слова встречаются то есть там одно и то же слово она будет очень сильно похоже на себя же в другом падеже из недостатков которые есть ворту века это то что у нас вектор слова он не зависит от того в каком контексте мы это слово восприняли когда мы все это конвертируем признаки то есть на слово apple если мы строим ворту век для английского он будет описывать один тоже вектор и компанию apple и яблоко которым мы там как-то встретили и там еще что-нибудь другое это все будет одно и то же яблочный сок тоже и там прилагать лишь получается яблочный английском вот и вот модель elma это попытка это все дело решить там векторы строятся не вот таким вот образом а чуть сложнее и идея в том что эта модель она не может выдать вектор просто вектор слова она обычно берет какое-то предложение члена беда период она берет предложение проходится по этому предложению и затем генерирую для каждого слова этого предложения отдельный вектор именно с учетом вот контекста который мы имеем вокруг исходного слова то есть вот например здесь пример чувак запрашивает вектор у elma elma это еще персонаж из улицы сезам и вот elma скажи мне пожалуйста вектор слова палка он такой типа я не знаю как так делать скажи мне в каком контексте и он такой ага давай типа let's stick to improvisation in this skit вот и тут получается stick это именно глагол а не палка то есть я неправильно перевел вначале то есть вот вот это показ как раз важность такой модели она строит следующим образом мы решаем задачу моделирование языка то есть мы по какому-то набору токенов мы пытаемся подсказать следующий токен и мы решаем при помощи рекурентной сети то есть такая нейронная сеть которая принимает на вход кстати были нейронки были супер все нас и стенки были на стенок не блоки и дело с тема в том что у нас есть какой-то вектор памяти и наш текущий вектор и мы каким-то образом комбинируем и получаем на входе какой-то новый вектор и какой-то новый следующий вектор памяти вот вот идея такая принципе то есть мы когда проходимся по последовательности вот предположим вот это вот у нас вот на слова идут вот так вот и мы здесь идем и видим какие-то ну первичные признаки или первичные бейдинге например тот же word век у нас есть некоторый вектор памяти который у нас типа чистый в начале предложения мы берем это чистый вектор памяти берем и бейдинг первого слова как-то их смешиваем и получаем как бы после применения слоя вектор и какой-то новый вектор памяти которым применяем для следующего токена получаем следующий вектор на выходе и так далее так комбинируем и получаем какие-то более обработанный вектор и вот за счет этого вектора памяти мы учитываю информацию о всех тех токенах которые были до этого ну там типа моделька на и при обучении может запомнить то что там вот какие-то там слова были нам про то-то говорилось так далее то есть вот идейно вот так вот все работает и обычно потом этот вектор памяти о выкидывают а вот те новые векторы которые получились их оставляют и вот как раз у нас получается были какие-то первичные векторы это им бейтинге например взорта века мы берем прошли силы с темкой получили какие-то новые преобразованные векторы то есть вот этот вектор когда мы его считали мы каким-то образом использовали информацию и про вот этот токен и про вот этот токен как раз через этот вектор памяти и вот таким образом преобразовываем проходимся один раз с темкой 2l с темкой в одном направлении в другом направлении и потом если не ошибаюсь мы вот эти все промежуточные вектором и их конкретен voice и качают рам вместе и получаем вот такой вот вектор который как раз у нас будет зависеть в том числе от других токенов предложения контекстный вектор еще называется вот это какие-то я не помню к сожалению если смазь глав смотри я не помню как конкретно бирта обучает именно на вот этом первом уровне посмотри короче можно взять например глав или взять ворту век глав это аналогично да то есть когда ты обучаешь такую сложную модель как конкретно ты инициализировал вектор на первом слое тебе не важно потому что ты все равно в тип коэффициенты ты будешь править при решении вот этой задачи поэтому если я не ошибаюсь просто берут и вот уже это вот перед обучение с ворту веком но уже в прошлом осталось просто рандомным образом инициализирует этим беденги запускает решение задачи запускает это на месяц и варится все это дело сидит и потом там уже какие-то им беден где получается и здесь и здесь и здесь и так далее это что ты потом делаешь уже это уже там на тебя зависит вот то есть идея на в чем суть мы взяли исходные беденги мы как-то как-то преобразовали с темкой учли информацию о всех соседних словах и затем мы каждому слову здесь прикрепляем классификатор и классифицируем то какое слово будет следующим ну и может знаем какое слово будет следующим потому что мы текст повидели до этого и вот таким образом мы получается берем и при решении этой задачи мы правильным образом настраиваем этот преобразование и вот таким образом получаем интересные беден вот решением такой задачи как раз называется им беденге при помощи языковых моделей вот это первая статья которая как раз дала boost для вот этих моделей вроде бирта и так далее вот да тут как раз не написано на этом слайде как происходит потом обработка всего этого дела то есть у нас мы в стм к проходимся в одном направлении в другом направлении у нас есть несколько разных этих глубин вас темок предполагается что на первом уровне л стм к на соседние слова учитывает только именно предыдущие в одном направлении то нейронка более второго уровня она учитывает более длинные зависимости то есть не не просто среди два слова например а там соседние 10 слов и так далее то есть это вот глубина накрас позволяет вот такие зависимости учитывать и затем мы берем и беден которым получили в одном направлении в другом направлении и с разных слоев и затем если не ошибаюсь мы их просто складываем то есть у нас типа эмбэдинг слева направо справа налево на уровне третьем втором первом мы их сконкатинировали вместе и потом вместе все сложили и получили общий таким образом учеб как информацию какую-то которые исходы у нас было так какую-то новую информацию которым получили вот этот обработкой вот теперь про берд этих моделей с бертом их стало очень много они очень сильно меняются поэтому рассказывать про них прям как-то конкретно под каждую конкретную модель это можно очень долго и кажется что это не несет кого-то прям особо огромного смысла потому что расскажешь что на одной неделе пройдет месяц и как новая модель появится и перед обученной все такое поэтому из того что стоит знать про берд в отличие от elma который концептуально прям сильно другая относительно ворту века это то что там используется трансформер архитектура она не использует рекуррентность она использует операции линейной алгебры то есть она берет один вектор другой вектор как там их там смешивает и вот это все на железе вроде tpu процессора специальных которые есть у гугла она считается быстрее поэтому они ее используют помимо этого там еще всякие механизмы внимание используется тоже важная часть и используется position on coding то есть когда вот из того что у нас нет рекуррентности у нас все смешивается нам нужно как-то понимать в каком порядке слова были и там добавляется специальные и беден который говорит про то насколько далеко от начала предложение стоит тот или иной токен то есть информация это она все равно учитываться модельки это вот первое что стоит знать трансформер который дал начало всему этому буму второе это то что там решается не только задача моделирование языка предсказание следующего слова наиболее сложной задачи например у нас есть какой-нибудь текст я хочу поехать в питер например вот у нас есть текст такой и модельки предлагается сделать следующее некоторые слова закрываются вот так вот и спрашивается а какие слова здесь вот в этих закрытых местах то есть это как бы тоже моделирование языка но она более такое более сложное потому что как бы тут типа не просто следующее слово предсказать а как-то заполнить пропуск а нужно так еще сделать что вот когда мы вот эти вот векторы вот так проходимся по ним нужно чтобы вот эта вот информация внутри нейронки она типа не перешла у с этого вектора сюда потому что если она перейдет это получается как бы лик будет то есть мы по заранее по имбеддинг соседних слов узнаем что там было то есть они как-то вот интересно с этим разобрались и вот эта вот задачка дополнительная она как раз является одной из таких частей которые дали особую производительность бирту относительно других моделей ну и вот помимо всего этого вот там во всяких новых моделях там есть всякие экзотические штучки например там оптимизатор как-то потюнили это вот роберта модель там они взяли и как-то там научились правильно параметры подбирать чтобы модель быстрее обучалась либо есть альберт модель это элайт берд есть там какой-то французский берд как камам берд что называется то есть там он просто беру слово берд как-то его там переделывают и это получается новая к эта модель где там какой-то новый твик используется и самая главная вещь то что все эти твики которые там применяют их можно комбинировать вместе и это получит еще более новая модель то есть их получит такой огромный зоопарк все даже есть какие-то там графики который встречал несколько месяцев назад где там прям такое дерево там как-то одна модель из другой идет они так вот ветвятся и там их штук 100 наверное то есть их очень 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 много поэтому конкретные здесь упоминать не стоит вот это вот особенности которые дали буст берду из другого еще что стоит знать он огромный этот берд в целом даже обычная моделька она супер огромная она очень много параметров имеет и использовать без гпушки это очень больно даже пикать практически невозможно обучать это тоже очень больно потому что если не ошибаюсь на обычную видюшку кунь там 10 80 он даже не влезает но я могу ошибаться именно для обучения кажется там методы используют то что взять вот эту нейронку и и зафризить и не обучать а обучать только то что сверху прилеплено то есть обычно там вот методы которые мы там возможно дальше разберем они строятся на том что берут нейронку и просто поверх нее что-то приделывают то есть ее используют как такое извлечение признаков предполагается что она вот это признак посчитала а потом мы поверх него там какую-то линейную модель строим там логистическую регрессию например там или coin там отображение в коем пространство семантическое и вот все такое и здесь получается вот такая вот вещь то что типа очень сложно обучать обучая даже там так делают то что ой вспомнил модельку берут грузят на видеокарту только часть этой модельки считает вот промежуточный выход этой модельки потом все это сохраняет обратно загружает там следующую часть и дальше считает то есть как так частичное применение градиентов есть даже в плане вот обучения именно таких моделей и очень такая еще типа тема сейчас исследований помимо от всякой экзотики вот здесь вот есть еще всякое сжатие берта дистилляция вот дистилляция это процесс когда у нас есть огромная моделька и маленькая моделька и мы учим маленькую модельку отвечать как большая моделька то есть не на реальных данных она данных которые дала другая моделька и предполагается что мы таким образом типа лучше и обучим потому что как-то так вот как учитель перенесем знания не просто что типа стоит знать а что важно знать что важно чтобы решать какую-то конкретную задачку и и вот такие есть тоже наработки когда берут и делают вот эту вот так называемую дистилляцию окей вот мы сейчас очень много говорили это последний слайд мы сейчас очень много говорили про то как делать эмбэддинги для каждых конкретных отдельных слов но мы не проговорили про собственно решение задач потому что если у нас какая-то реальная задачка есть например там реплика пользователя приходит из алисы то это обычно последовательность слов нужно как-то и взять и сагрегировать вместе вопрос что делать ну во первых можно просто взять у нас есть там не знаю пять слов для каждого из них есть вектор но можно просто усреднить это работает если у вас тексты маленькие это уже не так хорошо работа если тексты большие потому что каждое конкретное слово она вносит одинаковый вклад и там какое-нибудь слово очень очень важное она внесет маленький вклад такой же вклад как какое-то неважное слово на при этом кошки и apple а статья например про то что кошка там телефон разбила может там какую-то категорию так как раз говорит но как раз вот это вот эти из-за счет того что эти слова учитываются одинаково как-то особо образом эти слова не будут выделены вот поэтому можно например учить вот тф и дефис а которые мы разбирали и уже вот эти вот коэффициенты использовать как коэффициенты для усреднения то есть не исходные единички а вот так вот это тоже может дать эффект некоторый как раз выделить важность слов учесть при этом усреднение можно например попробовать делать пулинги поскольку у нас получилось следующая конструкция когда мы имеем много векторов вот то есть у нас типа есть четыре слова и для них для каждого из этих слов у нас есть вектор при размерности 300 то есть 300 и 4 мы предположим у нас для чтобы получше было у нас 40 предложений вот эта же картинка 300 начинали 40 можно применять методы которые применяются картинках свертки фигачить там как-то брать какие-то локальные штуки извлекать там ну то есть как свертка на что делает она берет у нас какие-то есть там область в изображении к интересное там за хоть угол например и она берет его там реагирует на него там берут какой-то пиксель дополнительно делает то есть берет картинку вот эту вот какую-то там хитрую и какие-то фильтры применяет и как-то агрегирует информацию от нее вот мы можем это несколько раз поделать и таким образом сагрегировать все что было в один вектор вот можно также также сделать всякие пулинге могут быть то есть когда мы берем и вот у нас есть например 40 у нас есть 40 слов размерности 300 и мы можем например взять вот среди первые координаты найти максимум тоже варианты из такой либо минимум найти либо что-нибудь еще найти вот это разные методы есть того как сагрегировать у нас вот что-то среди вот этих вот 40 векторов в один вектор можно например брать и смотреть максимум в комнате окне а потом среди этих окошек брать минимум или тоже максимум то есть тут можно много разных штук перебирать априори нельзя сказать какая конкретно зайдет вот если ошибаюсь какая-то ссылка есть можно не кликнуть если не ошибаюсь там может быть даже список всяких там пулингов которые можно поделать я на каком-то кабел соревнований даже их прямо имплементил кучу всяких различных пулингов но в итоге ни один из них нормально не сработал там с работа кажется просто максимум средняя их конкретно c вместе но идейно вот это все можно пробовать применять и какие-то результаты получить ну вот и да это что вот из того что я могу сказать собственного опыта это для задачи классификации помогает макс пуллинг в отличие от эвердж пуллинга потому что у тебя идея задачи в том чтобы ну то есть эвристика такая что у тебя когда что-то классифицировать нужно у тебя какие-то слова они являются маркерами которые тебе говорят про то что вот это вот вещь он ведь весь все все предложение но какое-то прям так иначе окрашена и вот попытка взять максимум и она как раз если у тебя какое-то слово она в какой-то вот это вот координате который предложим какое-то значение имеет она если как-то окрашена у тебя сразу выделиться сразу цвет это появится и ты поэтому цвету отловишь то что вот действительно вот это вот класс есть в этом предложении то есть вот такая эвристика есть ну вот Если нужно похожее искать предложение, можно попробовать усреднить все слова в предложении и использовать это как вектор всего предложения, и таким образом искать похожее. Вот тоже можно попробовать так сделать. Но у тебя здесь проблема в том, что не учитываются, опять же, редкие слова какие-нибудь. То есть тоже может быть слишком смешаться. Вот макпулинг, который в пуллинге между вас. Это вдоль количества слов в предложении. В пулинге. А вот если имбедим слово, ты хочешь взять типа... Нет, не один имбединг слово. У меня есть предложение, и вот сам имбединг слово. Эвердж пуллинг как берется? Эвердж пуллинг берется так, что вот у тебя, смотри, у тебя есть 40 имбедингов размерности 300. Ты берешь, и среди каждой из 300 координат, среди вот 40 слов, ты находишь вот по первой координате среднее. Типа это свои минимумы, по 300. Ну ты поберешь среднюю, по 300. Сейчас, подожди. У тебя вот это, короче, это тензор размерности n на d, где n это количество слов в предложении, d это размерности имбединга. И это, ну вот типа, это что у нас? x.shape. И вот этот вот эвердж пуллинг, это ты берешь x точка min и axis равно 0. Да. Ну типа n это 40, а это 300. Я усредняю вдоль количества слов в предложении. Концептуально тебе нужно, чтобы всегда осталось d. А n может быть разный. Вот типа вот так усредняешь или вот так? Вот здесь вот, вот так. Ну опять же, надо, чтобы всегда 300 осталось. Если у тебя, твоя модель будет зависеть от того, сколько у тебя слов в предложении, это не очень хорошо. Поэтому вот ты типа усоединяешь по той его размерности, которая меняется во время работы системы. Вот. И вот это, если у нас просто есть имбединги, мы не знаем, что с ними делать. Вот просто они какие-то есть. То можно вот так вот применять. Но если у нас есть какая-то дополнительная информация, мы можем ее использовать. Например, в модели BERT, ее когда обучают, там всегда к предложению дописывал, когда там решают задачу классификации, там есть уже как одна из задач, задач классификации. Там приписывают токен CLS. И предполагается, что этот токен, он описывает все предложение сразу, которое идет дальше. И по идее мы можем просто взять, применить модель BERT и извлечь просто вот этого специального токена, эмбеддинг, и все. И это будут наши признаки, которые мы можем кормить какую-то модель. Вот. Также возникает, например, в модельке SkipThought. Она немножко по-другому то же самое делает, но тоже у нее выходит так, что мы можем какой-то вектор словить, который как раз описывает всю последовательность. предложений. То есть бывают какие-то модельно-специфичные способы получить эмбеддинг для всего предложения. Вот. Это в целом все, что я хотел сказать сегодня. Вот. Если у вас какие-то вопросы есть, то можете сейчас меня поспрашивать, либо можете просто в чате у нас написать. Там я обычно отвечаю, люди другие могут тоже ответить. Поэтому вот. Спасибо. 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 Спасибо.